Да совпадет слово крепкое с кликом верным в этой серии, да и в последующих тоже. Да сопутствует нам удача и хранит нас Гэндальф серый-белый или какой-либо другой. С вами Верус и мы продолжаем играть за Эльториона. Здесь мы штурмуем Орлины и Врата, да. Предлагаю сыграть эту битву лично. Давайте, давайте дадим ей возможность проявить себя, хоть у нее уже нет меча великого и могучего, но пусть сразится, так и быть. Кто не заметил, просто в прошлой серии писали, да, про это. Там с определенного периода начинает звук отставать, именно мой голос. Не знаю почему, но вот изредка такая схема происходит, выловить баг не получается. Что именно влияет программно, почему, зачем, когда, не знаю. Может в оперативке начинает не хватать чего-то там, в общем, фиг пойми почему. Вот, так, это не починили, но да ладно. Ну а насчет Гэндальфа, это битва квестовая, да, которая была у нас. Там, правда, не совсем Гэндальф подходил в подкрепление, я во время серии самой не заметил. Мне написали люди добрые в комментариях про это. Вот, там не совсем Гэндальф так-то на самом деле подходит, там скорее Гэндальфа какая-то, да, там, Гэндальфа, Гэндальфа. Что-то в этом роде, но, скажем так, созвучное, созвучное было, да. Это есть. Так, давай ты сюда, ты туда, вы отсюда, вы сюда. Так, тут элиту поставим. Здесь латернскую. Наших львов мы отправим белые львы Крейса на стены. Пусть сражаются, пусть дерутся. Одни на том фланге в соло тащатся. Хотя можем копейщиков. Хотите копейщиков вам выделим, а? Помощь. Как вам такие помощнички? Ну, лучше, чем ничего, правильно? Ой, а чё там? Чё у нас? Кого-то впереди я сильно поставил, или чё там мешается? Какая-то текстурка. Просто он, смотрите, двигаться вперёд не хочет. А ну-ка, если отдельно. Ну да, здесь нормально. Возможно, где-то здесь цепляется один из отрядов за текстурку, и чё-то там у них происходит, да. Скорее всего так. Я чё хотел сказать? Я хотел вспомнить 3D, да, ролик, который можно было крутить, вертеть. Они вот тоже на вратах. Тут Тирион с Теклисом стояли, защищали. Так, Лёва, вас сейчас расстреляют? Выдержитесь. Переводил, причём этот трейлер. И самое интересное, что этот трейлер не так легко на самом деле было оформить, чтобы он также в переведённом варианте у меня на канале остался в 3D. То есть на телефоне, если его запустить, вообще было кайфово. Так крутишь, вертишь, по сторонам смотришь. Вот, то есть не так это оказалось легко, оформить данную тему. Так, иди сюда, иди, 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 иди. Лучники, зайдите с фланга. Начинайте убивать тех, кто стоит позади. Куда вы там свои уши навострили? Погнали, погнали. Автобой тут, я думаю, меньше бы потерь понёс. Но, возвращаясь к ролику, эпичненько смотрелось. И мне вообще врата очень нравятся, как сделали у эльфов. Такие красные дорожки, так пафосно, красиво. Прямо, любо-дорого смотреть, конечно. Ну и хоть какое-то своеобразное разнообразие. В штурме всё-таки, как-никак. Опять? Вы отказываетесь лестницы ставить, да? В принципе, вот... Говорят, лестниц не будет у нас. Вас я не буду отправлять на белых львов, вы скорее всего погибнете. Я их пока повыношу так. Я их как мусор повыношу здесь. Так. Летающих у нас никого нет. Отряды тут просто в пламм расстреливаются сейчас. Тут мы хотя бы вышку уже захватили. Тут мы уже хотя бы штурмуем, и это радует. Но этот фланг у нас... ...жесточайше проседает, естественно. Жесточайшим образом проседает. Так, кучник, вернись вот сюда, спрячься. Просто спрячься. Давайте, друзья мои! Заходим, заходим, заходим. Так, здесь эти на стены полезли. Сейчас бы тут аристократ пригодился, конечно. Но если этот не пойдет в бой... Он пойдет в бой. Мы отправим львов. Порвать его. За госпожу. О, они его еще валять будут. Вообще замечательно. Вас даже за такое госпожа полечит. Госпожа вас полечит. Хотя, давайте их отправим вот сюда. Пусть они арту разнесут. А то артиллерия тут нас очень-очень сильно коцает. Еще и наши зверятки страдают. Все, давай-давай-давай-давай-давай-давай. А ну-ка, лорд, а сможете разбить? Убить. Тигрятки, ну! Это что за забастовка у вас на ходу? Ходовая забастовка. Так, а кого-нибудь... Так, кого-нибудь... Отлично. Следующий. Выбить. Вас даже кавалерия уже бросила. Вперед! Заходим в город. Заходим в город. Львов размотать. Ну что, у меня еще тут даже копейщики жили. Да, вот эти вот очень жестко еще попадают по нам, лотернскую стражу. Но лотернскую стражу так-то я и хотел менять, поэтому я ее особо даже и не пытался сохранить. Ну если честно говорить уже, да? Ну вот. Как естественно. Так, а ну-ка, львятки и тигрятки, давайте сюда. Спуститесь. Вам уже пора спускаться. Заходим! Заходим. Не стесняемся. Копейщики, ну можете подсобить. Чуть-чуть. Еще статуи вот эти. Фонтан. Два входа, которые в принципе оборонять легко и... Да, вроде бы врата не играют такой большой прям роли. Хоть и прыгать не могут. Те же скавины, да, и те же орки у нас. Но это все равно... Не играет сильно. Вперед! Левятки сбежали, значит, да, говорите? А вам я случайно отдал приказ бежать туда? Куда не нужно? Гоните их, гоните их за шею. Хотя я кавалерию расстреливаюсь. Расстреливайте кавалерию. Вперед! Броня крепкая, и танки наши быстры. Хотя не, вам, наверное, все-таки... Болтометы надо расстрелять. Копейщики, разберитесь с орлом. Ну? Ты же вроде могла. Тебе мозг мешает? Ты придумываешь отговорки себе? Ворота уничтожены, аристократ заходит. Нифига себе. Ну, его можно было, на самом деле, завести через лестницу, но это не так интересно. Сделайте залп. Братоубийственная война. Ну, вечная королева не хочет отступать от своих принципов. Не пойдет она. Не пойдет она, монах. На перемирии. Так, все, латернскую здесь разбили. Латернская побежала. Сейчас мы будем нанимать еще вот этих. Хотя они шпили даже, наверное. Они только шпили. Там же у нас еще одна стража объявилась. Так, вы не бегите. Не успеет кинуть. Хотя успеет. Они как раз развернулись бежать. Вперед. Как и те же львы. Они должны были погибнуть, на самом деле. Ну, если они проявят характер, так-то сейчас и выживут. Ну, молодцы, чё. Мы их с этим поздравим. А, они побежали. Даже площадь не надо захватывать. Да, львы выживали. Прям вот хорошо выжили. Молодцы. Речь не об этих львах, естественно, а о наших непонятных белых боевых львах. То ли белый, то ли белый, то ли не белый. Уничтожен всего лишь один отряд латернской стражи. Это сейчас мы объединим, чтобы, наверное, деньги не тратить. Эти отряды можно будет и объединить. Ну, сейчас посмотрим. Так, оккупировать. Фракция уничтожена. Авелор, ну, она не хотела с нами дружить. То есть восстание, конечно, может здесь произойти. Теоретически могло бы произойти. Хотя здесь в долине все Тирион держит под контролем. Вот таким жестким контролем прям. Ну, окей, хорошо. Контролируй. Контролируй тогда. Все там. Тебе мешать не буду сейчас. Пока. Пока. Пока-пока. А, и общий же у меня резерв занят. Ёлки-палки. Я-то задумал тут обновлять. А у меня же общий резерв сейчас занят. И прилично надолго занят. На самом деле. Занято. Мы можем нанять вот элитные отряды тебе. Могли бы на самом деле элитные отряды, ну, хотя бы парочку на Сардозу отправить. Ну, уже чего они нанимаются. Обойдемся без элитных. Хотя порой, порой, вот эти элитные отряды, они же не бафаются, если качать, допустим, стратегическую ветку. Если качать тактическую, даже вернее, веточку лорда, они, ну, будут как бы слабее в определенных ситуациях. Как минимум раньше такая ситуация встречалась, что они будут слабее, чем те же вот обычные отряды. Ну, допустим, вот такие. Прокаченные, до девяти лычек, с прокаченным лордом. То есть у них эффективность была ниже в кампании. Ладно. Наверное, так и сделаем. У тебя буквально пару ходов на восстановление потерь. Потом легендарными героями затыкаем дыры и ванрук пойдем штурмовать. Так что у нас скверно. Здесь рост. Здесь доход от торговли. Это единственный дикт, который есть мысль издавать в ворота. Ворота, ворота. Раньше хотя бы казармы там можно было устроить, да? Сейчас бы это очень пригодилось. Просто я к этому. Сейчас бы это даже очень-очень пригодилось. Дружище, двигайся. Движение — это жизнь. Имрик очень жаль, конечно, что пришел без своих легендарных драконов. То есть он не охотился на драконов. Хотя по факту у него сразу есть там возможность... Он, кстати, слив егерей, но ничего страшного. Дешевле будет содержанием. У него по факту там уже... Несколько событий даже должно было произойти. Может быть, искусственный интеллект их не нанимает. То есть такой вариант развития событий вполне возможен. То есть искусственный интеллект просто их не нанимает. Так, заходи в город, сиди пока здесь. Храм черепов еще здесь наш. В этой компании, ну, как бы союзник. Здесь он, наоборот, не наш. Да. Но союзник. Так. Повышение рангов. Поврежденные постройки. Ресурс построили. Здесь начинаем стены возводить. Уникальные постройки все есть. Так. Служанок нет. А вот драконов, наверное, стоит. Прямо здесь можно драконов расплодить. Там дальше пригодится и прокачка. Давай. Давай так и сделаем, как и здесь. Тоже поставим. Деньги заканчиваются при этом у нас. Есть одно еще улучшение. А тут мы так-то практически все прокачали уже. Вот. Единственное. Ветка, где я что-либо не улучшил. Хотя давайте, а ну-ка, дипломатию откроем. Тиранок. Отношения улучшаются с ними. На конфедерацию не пойдут. Калидор. Тоже не пойдет. Кафик. На конфедерацию не идут. Элерион. Тоже не хотят. Элерион. Настолько с ними, можно сказать, отношения начали налаживаться. Но гражданская война закончилась. Все. Кровавая королева пала. Им больше, кстати, тут нужно было снять осаду. Гарнизон бы сейчас сразу уничтожен. Ну ладно. Так, призыв к оружию. Атакующий. Ну да. Конечно же, поможем союзнику. Это тем более темные эльфы. Мой господин, к нашим границам идет орда кочевников со всем своим старом. Да пожалуйста. Если они решат вторгнуться в наши земли, гоните их прочь. Тебе жалко что ли, дядь? Скажи честно, тебе че жалко? Че ты вот это жадничаешь? Макарон зато открыли еще. А у нас доход падает, при этом очень жестко. Я думал, вот у нас, значит, что здесь парочка уже готовых и небесный ястребок. То есть берем двоих небесных. В идеале бы еще можно копейщиков этих даже отпустить. Ну как-то я не люблю держать по одному отряду в армии. Вот если это не монстр какой-нибудь. Если так, то каждый парик, как говорится, каждый парик должно быть... Так, этих распустили. Этих нанимаем. Есть вариант еще распустить. Либо вас. Ну вы, щиты. Вперед, если что, будете выходить. Принимать часть урона на себя. Небесные ястребы. Ну просто для разнообразия, на самом деле, войны и тени. Они мне нравятся. Хоть они и тупили, но они мне нравятся. Ладно. Так тогда пока что и оставим. Даже феникса не буду распускать. Хотя фениксы, на мой взгляд, это далеко не самый полезный отряд, кто вышит. Даже прокачан этот феникс, который новый магический, великий, могучий, непобедимый. Я беру Азюрианскую огонь. Ай, тут уже... Мы потратили 50%, тогда возвращайся сюда. Возвращайся сюда. На следующий ход можно лучников объединить. Если что, возьмем новичков лучников тебе. Как раз содержание платить будем меньшим. Имрик, ты что скажешь? Давай твоего орла, наверное, распустим. Еще. Орел жрет слишком много. Нынче. Нынче его кормить надо. Иди в Касабар. В источник жизни потом будешь перебираться. И вот так вот потихонечку, потихонечку доберешься до самой проблемной провинции. Так, исследование. Тяжелое оружие, содержание, призыв. Это сейчас мне не сильно нужно, хотя по два хода изучить, почему бы и нет. Боевых львов и фениксов. На латернскую стражу я так-то, можно сказать, уменьшил количество. Ну, давай, ладно, в любом случае. Возьмем эту постройку. Изучим эти технологии. Ну, ладно, неси потери. В принципе, наш город должен продержаться достаточно долго. Еще шесть ходов. Пойдет на штурм в любом случае. А у нас есть хоть одни, но врата, которые принадлежат именно нам. Исключительно нам и никому, кроме нас. Талашара. Проблемный сейчас город. Может быть, армию придется сюда бежать. Везти. Торопиться. Ну, сдаем. Крейс. Может возродиться. Крейс. Не королевна. Че скажешь, Сеттер? Оборонительный союз. Похоже, он задумал нас тянуть войну против клана Эшен. Но меня это не устраивает. Я с кланом Эшен не хочу сейчас воевать. Причем забавно, да? Здесь последователи Нагаша с кланом Эшен делят землю. Воюют. И причем неплохо. А в прохождении загрома там, наоборот, с ними у них все хорошо, а против Сеттера и Скавины пошли так войной весело и дружно. Так все, здесь восстание уже как минимум не будет точно. Харриет, Харриет, Харриет. На территории союзника мы сможем же? Нет, не сможем. Элиту подтянуть. Ну, окей, хорошо. Давай лучников, как и планировал. Но денег немного. Денег при этом остается не так много. Можем садников в буре их взять. Стрелять так стрелять. Хотя давайте прайд возьмем. Уникальных, именно новых, да? Так, еще Феникс у высших добавился. Уникально. Ну, вот два отряда уникальных мы уже взяли. И тиранок куда-то отправил свои войска. С кем ты воюешь? Против темных он воюет. Но поселение всего лишь одно. Отношения растут, но... Никакой торговли, никаких отношений у нас с ними сейчас не будет. С лизардменами мы тоже. Хотя попытаться стоит. Порой даже с таким минусом умудряется. Искусный интеллект к нам отнестись хорошо, с пониманием и начать торговать. Но не в этот раз. Ну и пусть Феникс не полностью восстановит хп, а тебя, если что, Феникс, можно будет подлечить в бою. Эльтарен отправится в поход в люстре уже. Уже пойдет захватывать тот самый город, который нам необходим. Который, возможно, уже принадлежит тоже не оркам. Но цель на него поставлена. И никуда от него не денемся. Так, мы в минусе. Дружище. Прости, но... Здесь так-то кроме тебя распускать некому. Даже кавалерию. Твою. Маслениц. Ростроительство, ремонт. Пур-пу-пу-пу-пу-пум. Давай пошли плюшки собирать. Сейчас деньги как раз будут подъезжать. Осмотреть остров. Разбомбить их. Восстановить потери. Материал из моря. Стоимость строительства минус 30 для всех построек. Доход от всех построек плюс 10. Ну, хоть что там. Ну, и меч. Какой-никакой, но меч. Сойдет. Сойдет. Пополнение стрел у нас, конечно, за счет альтариона. Классная штука. Так, смертельная резня. Да, давай, наверное, все-таки нанесение ран тебе качнем. Потом можно будет подумать о магии. Либо против темных. Силу. Светилище, светилище. Этих, может быть, уже даже гарнизон разнесет. Берем деньги. Вот и доход у нас вырос. Все, торговля восстановилась. Мы живем. Мы живем. У нас снова здесь. Мы снова дышим. Да, никого нет. В принципе, Торан Рог я могу вероломно сейчас взять. Вот, то есть у него хороший гарнизон. У него куча лутернской стражи. Сейчас будет опять драка на стенах. А с кем ты, может, подписал сейчас союз? Нет, союз ни с кем не подписал. Можно с Иллирием договориться. Допустим, мы вступим в войну. Высокий шанс подписания такого договора. И есть даже шанс, что они нам заплатят. Но я бы подписал торговый договор лучше. Даже готов заплатить вам сам. Ага, нет. Такую сумму нет, но они не хотят. Чисто для эксперимента попробовать. Ну окей, ладно. Пусть отношения улучшатся. Ага, ага. Максимум шесть сотен, короче, дадите. И отношения начинают улучшатся. Вот, замечательно. Ну, допустим, здесь нет такого четкого показателя, да? В дипломатии. В том же Троецарстве это сделано удобнее. И если ты делаешь предложение более выгодное для твоего оппонента... Ох, у меня здесь артиллерии ж нет. Сейчас, если войска вернутся, живут в жестком. Ну ладно. Ну то есть отношения улучшаются. Если в этом плане смотреть, то порой там какие-то поблажки сделать... Можно. Пусть более выгодные предложения будут... Здесь нам поблажки не нужны. Мы их давать не станем. Все, сдаем ход. Медленно, но ремонтируется. Основная постройка Сартоза. Платить я все равно не буду. Конфедерация, тыковка. С последним бастионом объединились. Так, мы можем, кстати, кладбище... О, вот. Вот про что я говорил. Пришло подкрепление. Причем пришло оно со спины. Оно куда-то ушло туда. Это самое подкрепление. Здесь есть элита. Здесь есть маг жизни. Но я надеюсь, мы элиту сейчас встретим сразу. В лоб. Разорвем. Потом развернемся и встретим подкрепление. Зато в поле сразимся. Здесь уже преимущество стен уходит. Да, есть у них куча копейщиков. Ну, у нас есть мечники, которые, если что, латернскую стражу будут заставлять страдать. А вот и подкрепление. Причем, подходит подкрепление удобно. Для нас удобно. Прям очень-очень. Не в лесу. Я вот сейчас начал переживать. Если из лесу они туда... Полезли бы, было бы крайне неприятно. Мечи прикроют тыл пока что. Все стрелки. Разворачиваются сюда. Абсолютно все стрелки. То есть, можем посмотреть на уникальных. Но это вариация с легкой броней. Ну, чисто так... В большей степени цветовой гаммой включаются. Свою. Точно так же, как и вот эти тигрятки. Львятки. Тигрятки. То есть, вот они обычные. А вот уникальные уже пошли, как действительно тигрятки. Тигрятки с гривой. Так, давай, герой. Сюда. Ты охраняешь. Головой за нее отвечаешь. Хотя можем чуть отступить дальше. У нас лучники не гоблины все-таки. Ну, в плане и стреляют похуже, да. Но подальше зато это делают. Так что будет больше времени. Погнали. Сразу магию. То есть, еще не успел даже толком появиться. Тут же магию кидает. Подождите. Вы в лорда начали стрелять, но... Не то вы делаете. Сейчас основной ваш враг это данная элита. Которая будет кромсать вас направо и налево. Налево и направо. Кстати, мечники одни. Вот Эрнскую стражу сейчас, наверное, развернитесь. Будете пытаться ее убить. Элдрей! Элдрей! Вперед! Вперед, 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 вперед! Вы сюда. Вы разорвите магов. Элиту эту опрокинули. Убили их! Это будет сделано. Сорвите! Стреляйте по колесницам. Так, аристократ. Бегом, 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 бегом. Нам нужно как можно быстрее расправиться с ними. Стой здесь. Хотя нет, тигрятки, уйдите. Ловятки, тигрятки, свалите. Уходим. Уходим. Копейщиков разнесли. Ну, естественно. Тут элита. Как ни крути. А у нас с тыла уже проблемы. Нарисовываются. Нам можно, конечно, сейчас попытаться в плен взять еще кого-нибудь из этих. Почему бы и нет, как говорится. Когда есть да. Так, ладно. Вы лутернскую стражу вы потрошите. Вы чуть отступите назад. Вы развернитесь. Вы, 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 вы. Вы, в принципе, развернитесь вот здесь. Практически на ровном месте. Вы сюда, вы сюда. Бегом, бегом. Перестроились. Лечение. Да, упустим, вот вам. Вы сейчас остаетесь без поддержки. Расстреливать. Залп. Отставить. Пошла перестрелка. Пошла разборка в стиле эльфов. Так. Так, 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 давайте по львам. Вы сюда. Кавалерию опрокинули. Сосредоточиться. Колесницы. Левятки. Побежали сюда. Хотя, подождите, львятки. Вы же кавалерию должны помочь загасить. Про вас я забыл. Львы. Вперед. Выходим. Латернскую стражу сейчас гонять будете. Вы с щитами можете себе это позволить. А ну-ка, отступи. Отступи, отступи, отступи. Разрываем. Великолепно. Полководец. Наша следующая цель. Чисто главное сейчас успевай менять цели. Вперед, 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 вперед. Латернскую цепляем. Вражеского полководца убиваем. Вражеских лордов расстрелять. Магию кидать. Вперед, вперед, вперед. Все, великолепно. И теперь латернская стража, которая здесь убегает от наших, должна попадать под наш обстрел. Перебьем все. Вы, главное, не давайте им стрелять. И все. Выжигаем, выжигаем. Львы против копейщиков не так хороши. Они будут страдать. Они, естественно, тут, ну... В их ролике отдельном, который делали разработчики, прям элита-элит, да? Особенно колесницы страшны, грозны. Как согласно лору, да? Эти львы. Но по факту-то они... Они простые львы. Причем сейчас вот этих надо догонять обязательно. Это гарнизон. Хоть у нас практически все боеприпасы израсходованы, у нас есть более-менее шустрые ребята, которые сейчас погоняют их. И тогда мы возьмем город на следующий ход, уже без потерь практически. Все, красавец. Ты там 18 бойцов убил, но сдерживал как мог. Вперед-вперед-вперед-вперед. Че халтурим? Я не понял, че халтурим. Это ваш обед бегает. Наелись, что ли? Так мы вас кормить не будем больше. Да, вы едите эльфов. Не привыкайте к этому. Хотя, есть одни там темные такие, которых еще можно будет скормить вам. Это уже совсем другая история. Даже вы останетесь живы. Да вообще мы не потеряли никого в этой битве. Даже копейщики выжили, которых я думал уничтожат. То есть, а на них мечи. Мечи, мастера меча, они просто крошили в флам копейщиков. Они их не замечали. Здесь другой вопрос. Сейчас автобой не сольет ли мне, если я буду штурмовать город автобоем парочку этих отрядов. Может, ведь запросто это устроить. Это автобой любит. Давайте поэтому... Хотя бы чуточку восполним потери. Так, повстанцы. Захвачен пленник. Отлично. Ну и учитывая, что мы сейчас фракцию не уничтожим, тут есть еще одна армия, которая спешит на помощь. Чип успел, а Дейл нет. Так, 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 так. Угасание души. Ну, мага, давайте хотя бы сделаем полноценным магом и потом опять же задумаемся о стратегических и тактических навыках. В бою так веселее. Так, дипломатия с высшими эльфами, доход от торговли, от развлекательных построек. С империей от торговли. Доход от портов. Ну, на самом деле с людьми сейчас вот рациональнее всего. Потому что, ну, доход от развлекательных построек здесь, если так смотреть. Это промышленность у нас. Развлекательные постройки только... По-по-по-по-по. Эльфийские сады, насколько я помню, там читаются. Хотя он тоже бафает от развлекательных. Вот в развлечении амфитеатра. В развлечении амфитеатра. Если бы сейчас вот здесь писали под подробно, да, ты получаешь столько, допустим, от развлекательных построек. От неразвлекательных построек. Было бы попроще. Понятно, что торговля нас кормит. Но что вот налоги здесь? Кто они себя сейчас включают? Лично высчитывать нет желания, если честно, пока что. Ну ладно, нам нужно дружить с высшими. Давайте сделаем так. Просто доход дадим процент и будем дружить со своими. Здесь мы сейчас устроим допрос. Финты и атаки. Прокачаем наших лордов немножко. Здесь школу боя прокачаем. Прокачаем. И в целом у нас больше тут нечего строить. Мы полностью остановили это разрушенную крепость. И тебя, тебя, тебя отпускать не будем. Промывать мозги смысла нет. Казни. I will make it swift. Чё, какое улучшение? Где? Или это просто достигли уровня 6 и якобы есть какое-то улучшение. По факту-то его нет. По факту я улучшил всё, что только можно. Всё, пленник казнём. Город бери. Ну, автобоем бери. Не, никого не слил, красавец. Никого. Ну, или красавица в данном случае. Окупируем. Мы свои земли не будем тут разорять и грабить. Красиво, аккуратненько просто заходим. У нас уникальная постройка и самое обидное, что здесь нет золота. Здесь есть эльфийская ярмарка, но золото они не построили. Есть уникальное, есть великое хранилище, которое сносить тут даже не буду сейчас. Есть стены. Всё очень хорошо развили. Но золото. Ну, давай, ладно, снесём. Потом, если что, построим заново эти украшения. Сейчас золото. Всё-таки золото будет приносить денег нам побольше. На Сартозе успеет восстание появиться. А там, в любом случае, мы готовы. Ты можешь зайти на свои земли, немножечко восстановить потери, в принципе, и навести порядок. Вот, как Вечная Королева практически зашёл в свои земли, сказал, я с вами, ребят. Мы, мы дружны, бодры, веселы. Держитесь. Я с вами и ушёл. Так, скорость, защиту ещё лучше. Красотка, буря, 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 длань славы. Ну, давай, длань славы. Порой, тема полезная. Ну, что, мы пока что не видим по-прежнему литонара, к сожалению. К сожалению, он вне моего обзора. с этими мерзавцами я воюю. Но они, скорее всего, пойдут в атаку. Если что, ты должен будешь уничтожать их под корень, как только шевельнуться. Что можно издать? Какой дыкт, окутывающий туман. Да, это мне не сильно нужно. Если бы дальность перемещения наших увеличилась сейчас, походе, это было бы очень классно и полезно. В принципе, можем взять призыв Хуэта. Пусть будет. Быстрее прокачается наш лорд. Быстрее может прокачаются маги. Общаемся сейчас с союзниками. Нет, конфедерации не будет. тоже он тем более первую по силе. У него проблем в этом плане нет. Еще, кстати, как только фракция нами встречена, у нас отношение 0. Очень часто бывает такая ситуация, что вроде бы отношение ухудшится на следующий ход. Нам обещают, но подписать договор получается. Так, последний бастион. ты тыковку уже подмял. Тик-так то служит тебе. Значит, торговля больше нигде не доступна. сдаем хорьем. Торговлю больше нет, к сожалению. Война объявлена, вон, последний бастион Хемри решил задавить. Что-то лизардмены вообще жестоко сейчас себя ведут, и я надеюсь, что лизардмены на фоне всего этого сейчас будут грызться со сками. В южных землях мои интересы закончились, наверное, уже. Че, гром уничтожен? Хоть он еще вернется, он, скорее всего, тут, наверное, правильнее будет пофантазировать для себя, да. зачастую это как в старых добрых играх с двумя деревяшками, когда ты сидишь и сам собой играешься, и представляешь на месте этих деревяшек воинов. Вот, тут можно пофантазировать, что он ушел в подполье, гром, якобы мы его уничтожили, но по факту он сделал финт ушами и готов нам нанести удар по столице, то есть по финальной битве, по финальной битве. Вот как красиво это сказано. Вперед, собирай плюшки. Может, ты будешь это, есть еще вариант, отправлять грому посылки с едой, там, но если найдешь какие-нибудь щупальца, грому пригодятся там в параллельную вселенную, в параллельное прохождение. Давай, добей. Береденьги. Зачарованные доспехи хорошие. Но никого в плен не взяла. То есть автобой сейчас берет в плен, даже когда проигрываешь, как писали, да? Но вот в данной ситуации в плен никого не взяли. А может, наоборот, нужно проигрывать, чтобы в плен кого-то нам дали, хотя скорость вспомни потешусь. Сбегай домой. Сбегай-ка домой. Это союзные земли, ты восстанавливаешь потери, чувствуешь себя хорошо и спокойно. Имрик, отдыхай. Отдыхай. Наслаждайся жизнью. Все хорошо, дружище. Ты как настоящий огненный Дайенерис, батя драконов, будешь здесь отдыхать просто. Я наконец-таки отжал эту скорость. Просто так слишком быстро все сдавалось, что не успевал. Ну а цель Вахха так до сих пор висит. Никуда она не делась. Обнаружено засадам. Да отвалите. За счет вас я дружу со своими сородичами. Сейчас мы наверное стек перебросим на восточный фронт, на восточное побережье. Здесь возможно Норска как раз поддавят наших союзников. Они согласятся на конфедерацию и мы зачистим. Ну что-то захватим, что-то уничтожим. Просто бухт те же. Я захватывать не хочу. Здесь даже готов отремонтировать. Подпыть к острову. Втопчи их грязь. Восполни потери. Восемь тысяч получили. Замечательно. Так, 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 скорость тебе. Хотя здесь есть еще дополнительный по Ане здесь нет. Здесь у нас есть защита только дополнительная. Против темных эльфов защита либо мага, 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 ты и так себе мага. Ли ладно, давай. А то ты будешь и в бою не айс и как маг тоже. Не очень. В принципе, так оно и есть, но чуть больше, чем обычно будешь значить. Так, восстановлю, давай похищение души возьму. У нас, если что, еще один. Тут тоже вроде бы маг, вроде бы не маг. и непонятно, что к чему. Тут битвы, по-моему, не будет, здесь он подберет плюшку. Обзор. Лучше бы дальность перемещения. Хотя, доспехи хорошие дал. Вообще, надо пересмотреть, может, Кэвилу как раз доспехи, зачарованную, броню. Например. Есть хоть какой-то, но меч. Есть учебное зелье, как раз о Кэвиле, позаботимся. Есть ветромагии дополнительные, и их, наверное, возьмем сейчас, с амулетом. Перет. Тебе задача ясна? У тебя задача проста. Может быть, светилище сейчас сможем захватить. Тут Тирион не сильно укрепил. Ну, их предводитель может захватить. Лидер этой фракции. Friends. Может. При желании. Если захочет. Пепельная река. Все регионы. Доход от торговли, вся фракция. Давай, строй. В принципе, классика жанра. Когда нечего строить, строит у гадость. У нас в стоянке Ориона сейчас будет еще восстание. Мало того, что там у нас цари гробниц засели. Не, можно, конечно, было бы сдать город. Неприятно, что мятежники, которые возродятся, в данном случае лесные эльфы, они будут к нам в любом случае враги. То есть, я бы со своими лесными сородичами заключил бы союз. Пусть бы они там дальше бы сидели. Я бы позволил бы занимать этот город. Мне этот регион не сильно нужен. Хоть он более-менее средний подходит мне. Не как Грома там красный, отвратный, неприятный. Позволил бы сидеть. Сидели бы сородичи там. Защищали бы гринписовцы свою территорию. Кстати, видели? Кочевники захватили на Ултуане кушочек. Кушочечек. А здесь стола шара все-таки не дождется подкрепление. Они пошли на штуку. В целом, мы должны выигрывать. Мы должны выигрывать эту битву, причем легко. Но сыграем ее уже в следующей серии на сегодня. Все, друзья мои. С вами был Вера. Всем добра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok